День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. От героев был их времен. Сегодня годовщина Курской битвы. Маршрут выживания. Школа безопасности вышла на соревновательный экватор. Властелин колец. Уникальное изделие рязанского кузнеца. Сегодня Рязанская областная библиотека имени Горького совместно с Музеем истории ВДВ и Музеем истории молодежного движения представили выставочный проект под названием Курская дуга закат цитадели. Он посвящен одному из самых грандиозных, ожесточенных и кровопролитных сражений Второй мировой войны Курской битве. Сегодня годовщина ее начала. Проржавевший остов пистолета пулемета Судаева привезли в Рязань прямо из Прохоровки. Нашли на месте боев, как и пистолет пулемет Шпагина. Все это стояло на вооружении солдат-десантников, которые и воевали под Прохоровкой. А также элементы взрывчатых, скажем так, боеприпасов минного характера, минометного, артиллерийского снаряжения. Ряд из них определить по принадлежности уже крайне тяжело, потому что длительное десятилетие эти экспонаты, тогда еще просто артефакты, находились в нашей земле. Земле боев. Андрей Шевченко добавил, что формирования ВДВ были основным костяком 62-й армии генерала Чуйкова. 10 июля 43-го 9-я гвардейская дивизия ВДВ заняла оборону у Прохоровки, а 11-го бойцы уже отражали нападение врага. По итогу отступили на полтора километра. Но, говорит историк, закрепились на окраине Прохоровки, где и создали плацдарм для сосредоточения и наступления 5-й гвардейской танковой армии. Сталинградская и Курская битвы – это те рубежи, которые стали коренным переломом в той войне, которая для нашего народа всегда будет являться великой. Надо понимать, что именно после этого перелома появилось глубокое убеждение, что мы победим. Верить и быть твердо убежденным – это немножко разные вещи. Основы экспозиции выставочного проекта «Курская дуга», «Закат цитадели» – материалы из фондов Музея Победы. Здесь попытались воссоздать хронологию битвы, начиная от подготовки к боям и заканчивая итогами сражения. Мы сегодня как никогда ощущаем свою ответственность за то, чтобы восстановить в полном объеме знания, которые, прямо скажем, оказались растерянными, утерянными, искаженными за последнее время, когда мы свою собственную историю свели к небольшим абзацам учебников. Вот почему мы, работники библиотек и музеев, чувствуем свою ответственность за то, чтобы представить в имеющихся у нас возможностях, в наиболее полном объеме представления наших сегодняшних современников об этих великих битвах. Поэтому и экспонатами выставки стали не только предметы своей эпохи, но и книги. Они посвящены военно-политической обстановке в период Курской битвы, описанию техники. Есть и те, что повествуют о силе духа советского народа и его героических подвигах. Выставка будет работать до 15 августа. Рязанские полицейские снова кошмарят наркодилеров. На этот раз задержана межэтническая группа, которую Рязань выбрала местом дислокации. У злоумышленников был организован собственный интернет-магазин, а при задержании изъято более 270 граммов запрещенных веществ. По оперативным данным было установлено, что в Рязани проживают организаторы нелегального наркомаркета, предлагающего к продаже героин и метадон. Оперативники при силовой поддержке сотрудников отряда спецназначения «Гром» вошли в квартиру на улице Татарской и задержали двоих арендаторов – граждан одного из государств Средней Азии. В ходе санкционированного судом обследования в жилище были изъяты 128 граммов героина и 141 грамм метадона, а также многочисленные предметы, указывающие на причастность жильцов к наркоторговле – электронные весы, упаковочные материалы и банковские карты. Предварительно установлено, что 32-летний и 21-летний иностранцы около месяца назад сняли в Рязани квартиру и приступили к противоправной деятельности. Злоумышленники приобретали в Московской области оптовые партии героина и метадона, доставляли их в Рязань и с большой наценкой перепродавали по частям местным жителям. Услуги своего магазина они рекламировали в наркочатах интернет-месседжеров. Один из мигрантов занимался перепиской с клиентурой, а второй непосредственно осуществлял закладки. Следователями Следственного управления ОМВД России по Рязанской области возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Ведется следствие. В жизни всегда есть место подвигу, правоту этого тезиса. Ежедневно доказывают самые обычные патрульные или экипажи ДП. Сами они свои поступки подвигами не считают, но для кого-то их ежедневная помощь просто неоценима. С одним из таких экипажей в рейд отправилась и наша съемочная группа. На маршруте патрулирования старший лейтенант Сергей Орлашин и его напарник лейтенант Илья Буров. Сегодня пока без происшествий. Говорим с инспекторами о нашумевших в соцсетях случаях. 9 мая в Рязанском районе к сотрудникам обратился водитель автомобиля Киа Рио. Говорит, «Вручайте жена на седьмом месяце. Нужна медицинская помощь». Мы в крыльчайшее время пересадили женщину к нам в патрульный автомобиль и с спецзвуковыми сигналами доставили ближайшее родильное отделение в город Рязани. То есть передали врачу, женщину. Видели, что все в порядке? Да. И вернулись на место? Жизни ничего не угрожает и вернулись на место патрулирования. Или вот другой случай. На 543-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» к сотрудникам подошел житель Тульской области. Говорит, у сына приступ острой боли в животе. Нужно вести вне отложку. Инспекторы доложили по рации и приняли решение доставить ребенка сами. Мальчика передали в руки специалистов. Убедились, что его жизни ничего не угрожает и, как и в прошлый раз, вернулись на маршрут патрулирования. Людей часто выручают на дороге, когда и машины ломаются. То есть помогаем людям. Во всех ситуациях. Лейтенант Илья Буров на службе всего 4 года. Говорит, просто решил попробовать. Понравилось. Схожая история и у его напарника, старшего лейтенанта Арлашина. Правда, в этом году у него уже юбилей, 10 лет. Рассказал, что он напарнику своему помогал советами. Главный из них помнит, что называется «назубок». Главное – с людьми себя вести по-человечески, общение. Оставаться все равно человеком. В любой ситуации оставаться человеком, да. Оставаться человеком. Что бы не случилось. Неважно, ты в погонах или без погон. Главное – общение с людьми. Сами инспекторы свои поступки героическими не считают. В конце каждой подобной истории добавляют. Потом вернулись на маршрут патрулирования. После одного из таких случаев водитель ходатайствовал о представлении сотрудников к награде. Впрочем, пока инспекторы поощрения так и не получили. Школы безопасности. Масштабные межрегиональные детские состязания по основам безопасности жизнедеятельности, проходящие в Рязани, подошли к своему экватору. Ребята вышли на старт одного из самых сложных этапов – маршрут выживания. Строимся в линии, рюкзаки перед собой, готовимся к пристартовой проверке. Короткий осмотр на старте и на дистанцию. Все команды экипированы под завязку. Это и неудивительно. Впереди самые сложные этапы. Шестикилометровый маршрут проходит по территории лесного массива Рязанского района. Все дружины действуют полностью автономно, ориентируясь по карте с обозначениями основных заданий – на выполнение сутки. Ребята сами обустраивали переправы, преодолевали крутые склоны, овраги и реки, определяли высоту и расстояние до предметов, а также проходили проверку на знания ядовитых грибов и растений. В общем, ничего сложного для опытных спортсменов. По ощущениям, дистанция не очень сложная. Сложных этапов для нас не было. Идем на финиш, будем отдыхать. Самое тяжелое – это, наверное, был брод. Да, брод самое тяжелое было. Ну как, справились? Конечно, да. Выбираем! Выбираем! По условиям испытания ребятам нужно было не только найти пострадавшего. Основная легенда – на него упало дерево, но и транспортировать его в безопасное место. А для этого как раз и пригодится альпинистское снаряжение. Пострадавшего приходилось нести на специальных носилках, затаскивать в гору или переправлять на другую сторону крутого оврага. За рабочую зону только вещи выносите, и пострадавшего тоже. Да, быстрее снимай! Кольцуй! Сразу снял и ушел! Классное соревнование, много этапов, испытать себя, попробовать. Некоторые местами было очень тяжело. Где-то в целом справились отлично. Как раз прошел завершающий этап в Жерде. Дался достаточно сложно, но прошли без штрафов, справились. Вчерашний день был весьма жарким, активным. Было где посоревноваться, где-то зарубались с командами, где-то как-то справлялись, хватали штрафы. Ну, ничего, в целом двигались. Были на дистанции и те ребята, для кого этот маршрут выживания последний – по возрасту. Поэтому о соревнованиях они все так же говорили восторженно, но с небольшой грустинкой. Это мои последние соревнования вообще в школе безопасности. И я очень рада, что они проходят именно в Рязани, именно такой сложности. Так как, опять же, маршрут выживания, по моему мнению, это самый интересный и самый трудный этап школы безопасности. И каждый раз это преодоление себя. Но для меня это всегда интересно, сможешь ты или не сможешь. За два дня маршрута участники прошли примерно 26 километров и выполнили около 20 разнообразных заданий. Впрочем, это еще не все. Впереди спасение на воде и в техногенной аварии. Рязанские мастера сохраняют средневековые кузнечные традиции. Горн разжигают с искры, мелкие детали отливают по своим же формам или выковывают вручную с помощью набивок. А еще изготавливают скульптуры и украшения. Особенности технологии у Кристины Бочкаревой. Никита Рязанцев в кузнечном деле уже 11 год. В 17 лет решил попробовать силы в этом ремесле и сразу говорит, нашел себя. Теперь он уже кузнец с именем. Но все так же творчески подходит к своей работе. Нередко сам придумывает и воплощает новые проекты. Причем каждое изделие, по его словам, со своим сакральным смыслом. В принципе, человек, личность его тела и дух, ну душа, как удобно говорить, они как бы с ним неразрывны, единое целое, но душа все равно живет параллельной жизнью. Вот, я хотел бы это показать именно. При определенных ракурсах может сложиться так, что у скульптурки появляется ним. Эти изделия из железа. Особенности ковки металла, говорит мастер, напрямую зависят от его механических и физических свойств. Так, железо считают черным. И куется оно при температуре 1000 градусов по Цельсию. А вот медь гораздо мягче. При работе с ней будет достаточно 800 градусов. Кстати, температуру узнают по накаленному металлу. Светло-вишнево-красный означает, что медь уже готова к наковальне. Первый этап – грубая отковка. Вот, как я сейчас грубо кую это кольцо. Вот, пока непонятно, что это кольцо. Второй этап – это его обработка механическая. То есть, ну, я убираю все завусенцы, которые получились, да, в процессе ковки. Вот, и как-то сглаживаю его, да, делаю так, чтобы его носить было приятно. Такое вот кольцо можно назвать кузнечной бижутерией. После того, как его выковали, изделие нужно отполировать. Ведь только тогда оно приобретет красивый медный оттенок. Изготовление украшений по кузнечной технологии отличается от той, по которой кольца делают ювелиры. Я кую, ну, то есть, вообще, путем пресса, ну, то есть, я кую, как бы, и все, и вытягиваю. А они, наоборот, отливают, то есть, уже в готовую форму. А я делаю форму по ходу пьесы, пока он горячий и металл. Кузнецы рассказывают, изготовление таких изделий – процесс трудоемкий и время затратный. Правда, он всегда оправдывает ожидания. Ведь каждая работа получается уникальной. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин